Элита Арксплюй Продакшн представляет Привет, моя любимая Сегодня вышло довольно большое обновление, 900 мегабайт Я думаю, это все заметили, кто запустил Steam Я спешу вам зачитать, что же было изменено, потому что не все за этим следят Поехали Главное изменение Уменьшено количество памяти, используемой игрой Исправлена редкая ошибка, когда игра не отображалась в списке Live.TV Если лобби было создано повторно Исправлены различные ошибки с реплеями, когда их нельзя было посмотреть без перезапуска игры Исправлены баги тренера в лобби Увеличен FPS в снаряжении Армуры Да, да, проседал FPS Исправлен баг, когда во вкладке последняя игра отображался не тот герой, если вы меняли имя свап во время игры Исправлена ошибка, когда при выборе героя вы хотели поменять косметические предметы и анимации останавливалась Предметы у Терабоида теперь имеют подробные маски для гемов Цветов аркана и текстур Добавлен стандартный эффект для оружия у Терабоида Добавлена анимация у Savage Aurora для медведя у Лондруида Исправлена модель у Timbersaw с отображением Армур во время игры Исправлены различные ошибки у курьеров Голоса Джакиры и Огра теперь подают на левый и правый звуковой канал Кстати, интересно будет посмотреть, потому что у них две головы Исправлена ошибка, когда звук некоторых способностей был слышен в тумане войны Это нереальная была ошибка, особенно когда на Рошане Исправлена ошибка, когда звук Глипса был очень громкий При использовании Disable Help, отключение помощи на Виспа То теперь он блокирует Relocation, а не Tech А, Тизер, да То есть теперь, получается, Висп вас не сможет перекидывать Хотя вроде раньше А, это имеется в виду, что раньше он мог с вами То есть если он раньше с вами связался, он смог вас телепортировать А теперь он может связаться, но он не может вас телепортировать Понятно, они просто местами поменяли и все, ну понятно В любом случае, это отключение телепортации будет работать Все юниты под контролем игрока теперь при выборе маршрута учитывают туман войны А, наконец-то скорректирован поиск пути Такой нереальный тоже баг был, очень сильно бесило Сплывающее окно при выходе из игры больше не появляется несколько раз Эффект способностей у Клинкса и у Таска больше не отображается в тумане войны Тоже это очень важно Исправлена механика снятия здоровья при использовании Tempest Double Доблэ Исправлена ошибка, когда положение миникарты могло само сместиться в правый угол После изменения разрешения экрана Множество изменений в SFM Компедиум Добавлены сетки, добавлены профили команд Добавлены предсказания, добавлена функция выбора MVP игры Это компедиум Шанхай Мажор Который у нас будет, насколько я помню Удален путь на ФБУ Экономика Добавлены билеты И самое главное добавили новый сундук Я сделаю открытие сразу после данного обзора То есть мы уже с вами видим Добавили сет на Магнуса На Бруду Потом идет у нас Брюмастер Нага Луна Легион Командер Дазл Мне уже сказали, что на Дазл лучший сет Другое В скором времени внутриигровой магазин Dota 2 будет полностью переработан Это тоже интересно, глянем, что они сделают Исправлено описание замедления от дастов Звуки сайлансера снижены Звуки анонсеров снижены Куча моделей, которые не имеют анимации на карте Теперь будут сохраняться в кэше Что позволит быстрее загружать игру Добавлена новая команда, как я понимаю Да, добавлена новая команда Удалена куча консольных команд И еще одну команду теперь можно использовать и в обычной игре Ну, что я могу сказать Как обычно, я в конце подвожу итог Да, я считаю, что, ну, в любом случае От этого обновления больше плюсов Очень много пофиксили, наконец-то сделали Нормально, чтобы скиллы работали в тумане войны Там, сделали разделение голоса Это новшество, посмотрим, что будет в итоге Довольно хорошее обновление А теперь переключайте видео И сейчас я быстренько сниму И залью на Ютуб, открытие сундуков Жду вас там Редактор субтитров А.Семкин